Расшифровка коммунальных платежей, своевременная подача тепла в квартиры, освещение в лифте и на площадке. И это далеко не полный перечень вопросов, входящих в компетенцию председателя правления товарищества собственников. Обращение к нему в отдельных случаях поступает даже не ежедневно, ежечасно. Многоквартирные дома, пожалуй, показательный пример. Многоэтажные жилые дома по улице Морозова, 9 и 11, расположены в юго-западном микрорайоне номер 4 города Бреста, подконтрольны одному председателю управления. Функции административно-хозяйственные и организационно-распорядительные закреплены за Александром Винокуровым. В домах по 17 этажей число собственников 185. Среди зарегистрированных 336 проживающих. Не сложно догадаться, сколько вопросов поступает ежедневно от жильцов. Брестские небоскребы привлекательны для молодых семей тем, что здесь развитая инфраструктура. В шаговой доступности новая школа и ясли сад, гипермаркет и рынок. Дома на Морозово уже заселены на 85%. Вступая в должность председателя, Александр Винокуров лишь подозревал, какой огромный пласт работы предстоит осуществить. Но будучи убежденным в том, что он может быть полезен в решении многих вопросов жилищного характера, откинул малейшие сомнения. Сложностей в деле оказалось немало, круг задач широк. Был раньше индивидуальным предпринимателем, работал с наемными рабочими, а здесь совершенно другое. Здесь надо и команда, чтобы была соответствующая профессионалов, которые умеют работать. Чтобы было все честно, начисление все. И единственный момент, у нас сейчас в стране, ну, кризис не кризис, но повышение всех коммунальных платежей происходит периодически. С нового года будет повыше. Поэтому жильцы хотят в общении со мной, хотят, чтобы платежки несколько снижались. Ну, видят это только одним возможным способом, допустим, уменьшением заработных плат сотрудников. Как вы реагируете? Провели собрание, сейчас идет голосование по бюллетеням. Когда закончим голосование, там есть несколько вариантов уменьшения общей заработной платы. Я согласен идти на любые возможные пути, чтобы было всем хорошо. Откуда такие цифры в жировке? Когда сменят перегоревшую лампочку на площадке, как вернут случайно упавшие в пролет лифта ключи? Случаев обращения масса и все они разные. С недавних пор на председателя легла и другая обязанность. Усмирять шумных жильцов в ситуации критической. Составлять протоколы об административных правонарушениях. Со всеми возникающими вопросами Александр разбирается отдельно. Оставить без внимания каждый индивидуальный крик о помощи не представляется возможным. Информирование жильцов о темах актуальных – первоочередная задача. Собрание граждан и наглядных объявлений никто не отменял. Однако среди наиболее эффективных методов, по мнению председателя, интерактивное общение. Так, посредством форума решаются разные вопросы. Как будут обслуживаться современные мусорные контейнеры? В чем состоит роль камер видеонаблюдения, которых на территории ни много ни мало 10? В списке вопросов эти сегодня актуальны. Уже завтра им на смену придут другие. Для информирования у нас есть соответствующая группа в Вайбере, которая в принципе создавалась мной лично для быстрого реагирования на вопросы жильцов. И, соответственно, скоро она плавно перерастет в новый программный продукт, который я как компьютерщик могу сделать, сайт будет сделан с форумом. Сигналы председателю поступают круглосуточно, реакция своевременна. К сожалению, не всегда жильцы понимают, что входит в круг обязанностей председателя. Но глава дома 9 и 11, будучи настоящим хозяином, старается прийти на помощь в разных ситуациях. Если у нас жильцы жалуются, что у нас, допустим, мусорка загорелась возле подъезда. Ну, к примеру, кинул кто-то там мусорно собирался за день, кинул кто-то окурок, мусорка загорелась. Кто побежит? Будем вызывать МЧС. Вышел председатель и залил. Дверь не закрывается. Вышел председатель и сделал. Ну вот, на входе. Есть моменты, которые к моей не относятся, допустим, специфики. К примеру, произошла авария какая-то, вот у нас недавно побили машину. Я сам лично позвонил 102, предоставил им видео, но дальше они там разбираются. Куда оно приведет, неизвестно, но это не входит в мою компетенцию разбираться с сотрудниками ГАИ, допустим. Но я этим занимаюсь, потому что, ну, хочется, чтобы был порядок. Проблемы на этом не заканчиваются под контролем председателя решения вопросов относительно недоработок застройщика, дальнейшей судьбе пустующих территорий и подъездных грунтовых дорог, движения транспортных средств по тротуарам, неправомерной стоянки такси. Спектр задач широк, в приоритете комфортные условия для жизни брещан. Какой труд стоит за всем этим, знают лишь те, кто ежедневно прилагает усилия для улучшения ситуации. Взять на себя ответственность за других, едва ли решится каждый. Забота о порядке и сохранности домов предполагает председательская деятельность. Однако, осуществимо ли все это без участия самих жильцов, едва ли. Человеческий фактор по-прежнему играет решающую роль относиться с уважением к труду других, так же, как к своему личному. Возможно, такой подход позволит посмотреть на ситуацию с иного ракурса.